19 августа преображение господне что мы видим природе желтые листочки начинают осыпаться осень вступает свои права потихоньку полегоньку не спеша но тем не менее но тем не менее ворона старая ворона она-то уж знает что чё добра здоровьица на осыпается 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 а еще ни одного сазанчика не поймал но даже как-то как-то все мы гарпун и проходит мимо и так и сяк рыба стала хитрой засохла ох как она заломилась пахнет баней текстуру микстуры понедельник тишина хорошо ничего нет никого нет живописно во всем какой-то смысл какая-то красота так бы снимал бы вроде бы одно и то же а каждый день она как-то по своему красиво срубленный пенёк как он оброс пенёчек что значит жизнь в корне главное чтобы корень ничего не это не подточила злой грибок не подточил корешок груша он уже смотрите синички бегают вон в дупло залезла сничка не хочет вылазить синичка синичка вот тут дупло залезла вот здесь вот она совсем с другого Парк пустой, понедельник. Парк пустой, 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 пустой. Парк пустой, пустой, пустой. Парк пустой, пустой, пустой. Парк пустой, 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 пустой. желтый чемоданчик хорошо держит оптический стабилизатор сони x3000 рука вроде бы и подрагивает все так снимается более-менее плавно хорошо увядание увядание природы началось заодно пробовал искусство жизни в наше современное время это умение организовать свое время так чтобы на все его хватало хватало на то чтобы походить чтобы там сделать видео в данном случае для меня выставить его потренироваться также надо выбрать время организоваться тренировка раза три примерно 4 в неделю было свободное время на рыбалку ну вот организоваться такое слово организация чтоб все было упорядочено как-то шло одно за другим не мешало и в то же время служила на общее какое-то дело вот тогда в жизни будет успех я много сейчас набрал книг люди сдают книги в книжные лавки те которые им там не нужны и вот я набрал поздравлению кучу книг думаю их отсканировать и переработать то есть на основе старого создать нечто новое человек создает продукт за счет которого он и кормится так назовем это все своими словами и чем лучше создается продукт такой какой-то оригинальный такой интересный тем можно лучше от него покормиться вот это одно а когда человек достигает таких вершин духовного развития когда он может сам своим присутствием исцелять что-то там допустим что-то там допустим создавать силой мысли там из воды вино а тем более как рассказывается там бхагавадгити создавать замки опять-таки силой мысли ну и в наше время кстати если баба кое-что там материализовал то уже ценен не столько продукт который он создает как он сам то есть в любом случае как творческая созидательная единица ты становишься более ценный нежели то что ты создаешь пока до этого у нас особенно в современное время очень очень и очень мало людей практически никого нет чтобы так вот могли делать все из-за того что изменилась ориентация в обществе на более такое материальное вот что-то надо делать что-то надо тут изобрести что-то надо тут взять свою собственность то есть мысль заработала на то что там делать уже там все сделано надо это как-то отнять и присвоить а вот идти по пути в совершенство практически никто не идет то есть все там какие-то экстрасенсорные способности причем они думают их получить знаете задарма так вот что-то там как бы что-то там легенько поделал посозотачивался там что-то там поговорил какие-то упражнения сделал и вот она уже ты читаешь мысли там ну и и все остальное то есть совершенно неправильный подход к этому опять-таки такой какой-то дилетантский упрощенный естественно такой же результат вот сколько там свое время было толкование там этих медиумов что вот что-то там и не такое на самом деле что-то такое истинное настоящее большущая редкость так вот можно сказать вот мы живем зарабатываем пензию и как там ориентированы на материальную сторону поесть попить поспать поплескаться чтобы как в песне поется была машина а если и квартира я вас вообще мужчина боюсь то есть на то что что-то мы тут сделаем своими руками что-то там подумаем усовершенствуем а вот работа там все начинается мыслью вот на этот уровень совершенствования человека можно даже от слова духовной отбросить а просто вот совершенствование человека что он может вот вот он там занимался собирательством вот он начал сеять вот он начал что-то создавать то есть все это так воздействие механически на природу оказывается оказывается можно ничем этим не заниматься а благодаря своему главному рабочему органу уму все это получать из пространства в готовом уже виде здесь конечно важно важно качество мышь мыслительного процесса как ты мыслишь внутри воздействие на вакуум на субстанцию на субстанцию вакуум это субстанция из которой все все образуется можно себе сделать и то и другое и пятое и десятое ну да и вдобавок это опять таки мы рассматриваем материальную сторону зрения что ты что-то материально себе создал там вино чтобы попить там одежду жилище ну можно же вообще так изменить самого себя своей структуры что ты вообще в этом не будешь нуждаться ни в единии ни в питье ни в одежде ни в жилище вот как ангелы живут вот смотрите как они нам показали то есть мы что-то что-то там придумываем куда-то это оказывается все уже давно-давно было придумано вот есть люди человеки есть ангельские чины которые тут могут мы тут думаем как же исцелиться как же исцелиться вот вот я не зря житье святых постоянно каждый день о них рассказываю и тем самым я свою память освежаю какие-то мысли наводятся и в результате там многое ага пытали пытали человека сострогали там кожу с него там мышцы он уже там пришел ангел оп и за какие-то там секунды минуты секунды минуты восстановил стал еще лучше чем до этого был здоровее чем до этого был вот они технология кстати передачу так и назову технологии будущего вот когда мы до этого дойдем естественно там телепортация это там довольно таки много этих случаев бегут по воде переносится с одного места в другое легко и просто вот то есть а как бы сказать вот социум создал свою систему ценностей вот который придерживается подавляющее большинство народа оказывается за это и вообще системы ценностей имеется совершенно иные ценности ценности и системы ценностей которые настолько отличаются настолько их трудно охватить сознанием обычного человека что это для них какая-то сказка вот интересная вещь технологии будущего вот и там как-то места всем хватит нежели там что-то там порабощать захватывать то есть эти понятия и присваивать просто напросто уходят на задний план в небытие потому что достигну определенного уровня развития каждый может все что ему необходимо сделать из вакуума все что ему необходимо оттуда дальше и это даже не надо делать он просто в этом не нуждается он он сам как частица пространства творческая частица которая просто напросто живет в этом пространстве и пользуется всем что в нем есть ему как-то ничего не надо специально делать создавать потом это хранять от кого-либо ну и так далее то есть вот вот такие вот если люди действительно разумные грамотные вот в эту сторону надо было бы посмотреть а не у инопланетян искать какие-то технологии инопланетяне технологии возьмем для чего да чтобы тут своих соседей нагнуть либо вообще истребить ну короче короче усмотришь вообще интересно на это на человечество и там вот грибки одна колония грибков сражается там с другой колонии грибков или одни бактерии с другим видом бактерий причем где-то родственных вот и думаешь о какие они тут негодяи друг друга пожирают им надо пространство им надо вот как-то завоевать это все а посмотрите на землю одна один народ желает раскорячить другой народ либо вообще его истребить сколько там этих истреблений было вырезаний вырезали там армян турки опять-таки болгары турки болгар вырезали что возмутили всю цивилизованную европу и россию вступили за болгар вот все все наподобие плесени одна плесень на другую ничего не меняется ничего не меняется и вот раньше эту жизнь игнорировали это было конечно и до библейских времен и библейские времена и после библейских времен люди просто-напросто уходили от этого мира который как-то им показал все все прелести свои со знаком минус уходили и жили отшельниками вот сейчас монашество монашество оно приобрело такой вид что вот они там молятся а кто-то за них должен работать у монастыря земли там труженики все чтобы чтобы они могли молиться но что касается отшельников ничего подобного не было ушел в пустыню где он там в келье своей сидит или в пещере или где там он живет и кормится тем что есть тут рядом вот от этого то есть у него невольно и пост невольно и одиночество невольно и значит обет молчания ну не не говорю уже о безбрачие то есть у него все в совокупности уже здесь отшельник полное доверие к господу к этим творческим силам что вот я уединился и я тут работаю с с вами все и больше мне ничего не надо а интересная такая мысль вот самое главное начать чего-то мыслить и пошло-пошло ну у кого конечно куда мысль нацелена заточена на что человек обращает внимание ну вот тут то начинается у него интересные вещи происходить и живет по нашему понятию проголод и не болеет добавок никакими паразитами и в-третьих еще доживает лет до ста то больше вот такие интересные вещи бывают что касается куда приложить силы вот так-то вот ну на то на это себя распыляем тут нету концентрации на самих себе на на том чтобы трансформировать себя с помощью жизненного процесса ну если и естественно мыслительного процесса ну вот так вот до всегда получилась такая вот беседа получилась все это такой процесс которому конечно надо подготовиться чисто внешне хотя бы выбриться хотя бы там что там что-нибудь там подретушировать что-то там загладить как это на телевидении происходит вот 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 а я ж тут днями не бреюсь как начинает только борода уже чесаться я тогда побреюсь вот так я особо этим делом не злоупотребляю хотя если если сниматься то то надо естественно привести лицо в порядок бабочки летают мотыльки вот она их жизнь полетали крылышками бяк 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 хорошо что воробушек нет много бабочек оставили потомство в виде яичек далее этот дуб что ли у нас обломился нет это нет какой-то карач пахнет вениками банными банными и сегодня мне принес абрикос целый я наелась и живот бурлит тарабарам барабарам репапи бапапам тавари-вари-варам бам-бам ландыши ландыши 1 мая уже давно кончилась тихая наступает тихая осень мать смотрите как они веселятся сели нектарчика попили вот смотрите на какие мысли наводит подобная картина попили нектар растение собирает самую ценную часть самую сильную часть свою цветки чтобы передать дальше жизнь на следующий год вот естественно что нам надо горызть там листву стебель нет нет нам надо самую ценную часть где находится жизненная сила и вот бабочки вообще природа нам показывает что вот что такое самое ценное нектар этот и попили нектар подзаправились и дальше порхают вот и что касается питания затронем немножко эту тему то также можно питаться наиболее наиболее такой пищи которая содержит вот субстрат жизненной силы это очень важно именно субстрат сгусток самый-самый мафусаил библейский человек который прожил тысячу с лишним лет питался питался акридами я сначала думал акриды это абрикосы нет акриды это степные кузнечики потому что он сам-то отшельник был жив там где-то в степях значит акридами и диким медом все вот это вот пища акриды белок дикий мед ценнейшие углеводы сгусток энергии сгусток энергии как там так и здесь акриды это тоже живая субстанция насекомое кузнечик вот хрюм 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 заел и нормально медом закусил водичкой запил никаких особо шлаки в организме от процесса технологического какого-то процесса выращивания то есть выращивание оставляет в продукте свои какие-то ненужные для пищеварения организма особенности приготовления пищи другие хранения третьи и все это вместе ведет к постепенной зашлаковке организма вот мыслью значит я существую мыслью 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 богатый мыслью богатый да красота красота еще бы вот эти вот заводы там не шумели бы было бы вообще хорошо было бы замечательно было бы удивительно ну такая интересная беседа о перспективах развития человечества перспективы какие у нас перспективы 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 перспектушечки перспективы перспектушечки перспективы перспектушечки перспективы перспектушечки что насчет библиотеки своей со следующего года и сделаю платной сделаю платное посещение если кто-то хочет приобрести пожалуйста ему выслать в электронном виде то что я могу легко и просто сделать с типографиями то есть издательство мне не надо я уже готовлю готовлю оригинал макет сам но вы это все видели книжечку и тут там надо как-то по листам ее разбросать но думаю если она будет готова это можно сделать типографии это уже будет с оригинал макета что-то печатать брошюровать клеить скреплять надо будет получать и далее опять через почту рассылать упаковка отнести принести послать пришла оплатить получить а как же вы хотите вот такая вот цепочка а только эту цепочку об и обрезал хотите пожалуйста на электронном носителе читать читайте вникайте не хотите как хотите сейчас в интернете всего завались навались и завались как что-то одно сделается оригинально главное его сделать далее народ по проторенному пути уже начнет делать нечто подобное и причем не обязательно лучше я вот иду и вспоминаю фильм интересные пираты силиконовой долины силиконовая долина это не пластика вот этот силициум кремний можно было бы назвать правильный для русскоязычного населения этот фильм пираты кремниевой долины и рассказывается о становлении джобса и билла гейтса вот они два две акулы молодые молодые ребята как они все это дело начинали и и вот тут интересно знания и технологии были разбросаны по разным фирмам в частности фирмакс ксерокс или компания ксерокс уже она занималась не только разработка и производством ксерокса но и различных программ в том числе именно они сделали программу когда с помощью мышки курсор бегает по экрану то есть вот вообще-то удивительная вещь как это так мышкой ты тут двигаешь курсор бегает по экрану и вдобавок еще может нажимать на различные иконки иконки то есть программы и открывать или закрывать программ то есть это это такая вещь абстрактная которая которая в то время была только у них это программа у ксерокса стив джобс как бы сказать пронюхали пришел со своими специалистами они как раз там ксероксом дружили и попросили эту значит это программное обеспечение ксерокс не понимаешь что это такое насколько это важно насколько это для них они просто не знали чё с ними делать но такая вот есть а инженеры которые разработали это не конечно знали понимали но ничего не могли поделать и стив джобс со своими инженерами заполучили эту программу и в результате компьютер компьютерной программы приобрели совершенно иную вид иную значимость какой-то простоту и наглядность ну и дальше там они разрабатывали а билл гейтс он же там считался или он себя позиционировал как специалиста по программному обеспечению тоже куда-то там пришел и убедил большую компанию что он им сделать программное обеспечение такое и вот они еще не понимаю не видя разработок серок со что-то там они там делали гандебели и только хоп он видит что у стива джобса есть такая программа и он сразу же понимает что это вообще вчерашний день над этой темой что они сейчас пытаются сделать не стоит работать потому что то что уже создано намного лучше и тогда хитрый ход идет стиву джобсона поклон рассказывает как в песне на дорога не нужен нож и мустры короба наврешь и сделали с ним что хошь тоешь он там лезтью а в сикая да мы же к тому же эти сам семья программы нравятся как раз уже были готовы новое программное обеспечение новые компьютеры все это было готово вот и значит стив джобс так сказать раз сочувствованный только раз отдает ему свои там где-то три компьютера вот и он говорит билл гейтс что мы дальше буду там развивать что-то там делать что-то там то-то как бы улучшать отдал естественно гейтс все это слезал содрал с этих компьютеров программы что-то там сделал свое наподобие а это тогда еще что-то там не как-то не особо то ли патентовали то ли еще не застолбили не застолбили это законодательным путем и на презентации приходит как сотрудник же билл гейтс к стиву джобс это там рассказывает на стиву джобс еще не знал что он уже эти программы продал в японию то есть японские компьютеры уже появились с этими программами с вот этой вот мышкой наружкой и когда узнал стиву джобс на него а чё как ты такой сякой а был гейтс ему спокойно так говорит ну чё вот тебе такой пример стив джобс пришел что-то украсть в компанию ксерокс украсть сделанных ими телевизор пришел а его там нет оказывается до этого его украл билл гейтс и и тут мол два вора кто вперед там украл того это и будет стив тогда джобс как-то охолынул немножечко понял что его тут переграли и он так мол мои программы лучше то есть качественно более сделаны там красивее все эти там иконки там как дизайнер он конечно постарался на что ему билл гейтс отвечает стива это не важно не важно главное что это напоминает то что то что у тебя есть и этого достаточно ибо им говорит людям действительно не важно главное допустим в езде это ездить ну и что что там у одного там автомобиля больше комфорта а у другого его там поменьше едет и едет все больше больше ничего не надо главное это то что он едет вот такие вот вещи не знаю к чему это я рассказал к чему это я рассказал но рассказал что вот вообще-то в мире технологий важно заиметь сначала технологию которая опередит конкурента а потом уже не важно что сделать какую-то подделку пускай так слабенькую под эту технологию и она также будет продаваться еще лучше чем оригинал если ее сделать немножко подешевше так сколько там 55 минут еще пять минут ходить сколько прошел ух ты я прошел четыре километра триста восемьдесят метров ну такая вот беседа такие вот беседы у меня в данный момент стали больше интересовать вещи которые стоят за материальной стороной тонкоматериальной то есть вообще откуда это возникает откуда это возникает вот осталось тут у нас как раз времечко вот существует такое мнение что для того чтобы добиться успеха надо надо нечистому что-то продать что-то продать допустим за золотишко за свой там какой-то успех за популярность там ну вот за все эти вещи что-то надо взамен дать и везде фигурирует одно и то же душа то есть человек значит отдает свою душу нечистым и за это получает всевозможное материальное благо там популярность деньги слава там что-то ну все что угодно там что там у нас ценится а почему именно душу а допустим ну там не глаза не сердце там не еще там что-нибудь там такое вот именно душу да потому что именно она вообще правильно сказать не душу а дух пытается потому что именно духовная часть человека это творческая часть которая может создавать из ничего то есть из вакуума взаимодействие с вакуумом взаимодействие с этими энергиями вакуума строить уже сначала энергетические там что-то макеты или там вакуумом модели которые далее можно сделать физическими то есть строится это такая творческая вещь творческая так сказать субстанция которая строит которая созидает вот вот ее то и надо остальное ничего не созидает остальное ничего не строит и поэтому человек по своему незнанию отдает то что чем он сам не может в полной мере воспользоваться вот такая вот вещь может вы насчет этого имеете свое собственное мнение ну поделитесь я так уже заканчиваю заканчиваю прогулочку походил поговорил вот поэтому духовная часть человека та которая не умирает та которая из одной жизни в другую созидает то есть разворачивает разворачивает новую личность одна личность была потом допустим человек умирает а другая создается личность то есть накопление йод вот это вот вот эту какую-то вещь и хотят заполучить то есть заполучить нечто нечто личное сугубо личное твое в результате чего ты вообще как бы сказать теряешь теряешь сам себя то есть несчастная любовь как поет за ночь тобой готов я душу продать непонимание важности собственной духовной составляющей приводит к таким вот таким вот каким-то резким и крайне глупым поступком вот наша прогулочка подходит к концу заодно я проверяю камера sony x2000 без стаба я на нее нацепил экранчик через который можно смотреть но обычно она навел она там несколько минут показывает экранчик что куда ты навел а потом для сбережения энергии он отключается ну и вообще вот как там аккумулятор работает кстати аккумулятор работает этого практически он уже разрядился то есть непрерывная работа не обязательно в режиме съемки в режиме съемки вот как раз это он час снимал и еще там наверно ну наверно час 10-15 можно отснять в режиме съемки в режиме ожидания это будет можно целый день пользоваться ну вот такие вот мысли доброе здоровье шестьдесят и на пройдусь еще немножечко чтобы было пять километров пять километров все есть все есть опачки поощрение благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровьица и до новых встреч апinks включить два вам ματα